Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Детективы отправляются туда, где его видели в последний раз Когда мы впервые попали в дом мистера Салливана, мы не заметили ничего подозрительного Правда, в одной из спален мы нашли кошелек мистера Салливана с удостоверением личности, но кредиток и денег там не было Осмотрев спальню более тщательно, мы обнаружили следы крови на кровати На место преступления прибывают эксперты После того, как я взял образец крови, я приступил к осмотру спальни в поисках других улик При внимателем изучении дома следователи привлекают следы на лестнице На ступеньках лестницы мы обнаружили отпечатки, сколотые со стены деревянной щепки Что могло быть результатом того, что кто-то стаскивал какой-то тяжелый предмет по лестнице На кухне мы обнаружили следы от колес, которые могла оставить, например, тележка Они тянулись через всю кухню на улицу Но след обрывается Полиция остается в замешательстве Образцы крови отправляют на экспертизу Пока проводятся экспертизы Директив Кейси пытается разобраться с личностью Дональда Сальвана Мистер Сальвана мужчина 40 лет, не женат, ни с кем не встречался У него был круг друзей, с которыми он общался Нам известно, что Сальвант часто обедал с друзьями в пригородном кафе Мы договорились о встрече, чтобы попробовать что-то узнать Детективы встречаются с его друзьями И описывают его как хорошего, успешного парня Его успех в карьере мог позволить ему рано выйти на пенсию Он был очень предсказуем Он все время был у всех на виду Он всегда делал одни и те же вещи Он не из тех, кто уехал бы никому, ничего не сказав Проверка информации по платежам кредитной карты у Сальвана отдает результаты С карты проходили платежи уже после его исчезновения По карте были произведены покупка холодильных камер Взят в аренду грузовик И кое-какая тяжелая техника Например, экскаватор В придачу ко всему Кейси выяснил, что почту мистера Сальвана также кто-то забирал Но кто это мог быть? Друзья у Сальвана говорят, что он не стал бы скрываться, но полиция должна все проверить Дела пропажи людей – это очень сложные дела Так как часто люди просто скрываются по своей воле Мы хотели понять, с кем именно имеем дело Поэтому мы связались с криминалистом Дэйл Хинман Мне позвонил Майк Кейси из полицейского управления Мальборна Когда пропадает человек, первое, что нужно выяснить – это пропал он по своей воле Или кто-то над этим постарался против его воли Агент Хинман считает, что в этом случае имеет место преступление Когда я просмотрела снимки места преступления, полицейские отчеты Я поняла, что где бы ни находился мистер Сальвана, он там не по своей воле И, возможно, ему грозит опасность Детективы знают, первые 48 часов после исчезновения чрезвычайно важны Если они надеются найти жертву живой, время не остается в обрез Бизнесмен Донелло Сальван пропал Агент Хинман полагает, что его похитили По словам друзей и близких, у Сальвана У него не было причин скрываться от кого-либо или чего-либо И тот факт, что уже после исчезновения пользовались его кредиткой и забирали его почту Говорит о многом Агент Хинман и детектив Кейси отправляются в дом Сальвана, чтобы еще раз глянуть на место преступления Это дом мистера Сальвана Никто его не видел около трех недель Были обнаружены следы проникновения в дом? Нет, замок не взломан Похоже, он был знаком с похитителем Были обнаружены следы борьбы в доме? В одной из спален могла происходить драка, а там небольшой беспорядок К тому же вот здесь мы обнаружили следы крови У вас есть фото? Да, пожалуйста На мой взгляд, имело место намеренное причинение вреда жертве Это не похоже на простое ограбление Если бы кто-то незнакомый хотел его ограбить, он бы просто связал жертву и покинул дом Но у нас следы крови и самой жертвы нет Получается, что после насильственных действий преступник избавился от тела Дейл уверенно, эти двое знали друг друга Что-нибудь пропало? В этом кресле мы нашли кошелек Там было удостоверение личности на имя мистера Сальвана Но ни денег, ни кредиток не было Уже получили выписку со счета кредитной карты и следим за счетом в данный момент Это очень хорошая идея Когда агент Хинман узнает, что одна из покупок по кредитке — это покупка холодильной камеры Все начинает вставать на свои места И холодильная камера была куплена уже после пропажи жертвы? Да Мы обнаружили некоторые повреждения на периле А также деревянные щепки и идентичные углубления на каждой ступеньке Похоже, что кто-то спускал купленный холодильник по лестнице, задевая перила и стены Скорее всего, этот человек действовал в одиночку Было трудно поверить то, что кто-то убил мистера Сальвана у него в доме Затем вывез его тело в холодильной камере Но кто бы ни был убийцей, ему пришлось купить холодильник Затащить его наверх, поместить туда тело, спустить холодильник вниз И вытащить его из дома, оставляя за собой видимые повреждения Причиной многих преступлений является любовь и деньги Мистер Сальвен ни с кем не встречался, поэтому мы должны сосредоточиться на финансовой стороне Детектив Кэсси выяснил, что Сальвен сдавал один из своих домов Поэтому он решает поговорить с жильцами Дэниелом Теннити и Дэвидом Филдером Теннити не оказалась на месте, но Филдер дома Дэвид Филдер близко общался с Сальвеном, и они были знакомы уже давно Филдер говорит, что не видел мистера Сальвана уже несколько недель Директивы продолжают расследование и выясняют, что Оз Сальвен владел небольшим участком земли неподалеку Полиции становится известно, что Сальвен купил эту землю и отдал в распоряжение Филдеру Но, просмотрев договор, они замечают что-то необычное Имя Филдера было зачеркнуто Это само по себе очень подозрительно Мы предполагаем, что исчезновение мистера Сальвана является результатом неудачной сделки Похоже, что сперва Оз Сальвен оформляет участок собственности на Филдера А потом аннулирует свое решение Это могло стать причиной конфликта Что же Дэвид Филдер на самом деле знает об исчезновении Доналда Оз Сальвена? Тело как доказательство Дональд Оз Сальвен пропал без вести И полиция считает, что его друг Дэвид Филдер знает больше, чем говорит Мы думаем, что сначала мистер Оз Сальвен передал участок земли во владение Дэвида Филдера Но потом передумал и зачеркнул его имя в договоре Нам интересно, что произошло в отношениях этих двух людей Детектив Кейси был вынужден еще раз встретиться с Дэвидом Филдером Дэвид Филдер говорил сержанту Кейси, что ему ничего не известно ни об исчезновении у Сальвена, ни о договоре Филдер ничего не мог сказать о договоре Он даже не знал о его существовании Он абсолютно ничего не мог объяснить У нас не было подтверждений того, что Дэвид Филдер мог что-то знать об исчезновении мистера Оз Сальвена Слова Филдера внушали доверие Несмотря ни на что, мы считаем, что участок земли и договор играют роль Поэтому мы решили поехать на место и все осмотреть Но размер участка внушителен Мы знали, что, скорее всего, тело мистера Оз Сальвена находится в холодильнике где-то на этой территории Но площадь участка слишком велика Нам была необходима помощь, чтобы сузить площадь поиска Детектив Кейси связался с шерифом округа Бевард И они прислали вертолет с оборудованным тепловизором Тепловизор помогает следователям прочесывать местность больших площадей И определять те участки, которые были недавно вскопаны Как только вертолет поднимается в воздух Полиция начинает следить за специальным монитором, который показывает малейшие изменения температуры Мы обнаружили один участок, который был теплее остальных Мы получили ордер и отправились туда на раскопки Это похоже на поиск иголки в стоге сена Но спустя несколько минут лопаты натыкаются на что-то твердое Мы почти сразу наткнулись на холодильник От холодильника исходил специфический запах, поэтому мы были почти уверены в том, что внутри Холодильник был отправлен в участок для экспертизы Когда холодильник был открыт, сверху был слой бетона Под ним слой грунта Затем шел слой какого-то наполнителя, и только под ним Была обнаружена материя, похожая на спальный мешок А в спальном мешке — человеческие остатки Как установила экспертиза, этот человек был задушен Его руки были скованы наручниками Ноги связаны с телефонным проводом Рот был заклеен клейкой лентой Опознать тело визуально было невозможно Для установления личности эксперты делают слепок зубов жертвы Зубы — это наиболее крепкая часть тела человека Они не подаются разложению очень длительное время Это идеальный образец для экспертизы Судебный стоматолог приступил к проведению экспертизы Чем больше было стоматологических вмешательств при жизни И чем необычные зубноряды, тем проще опознать человека Экспертиза установила, что останки принадлежат мистеру Салливану С этого момента расследуется дело об убийстве Убийца мистера Салливана укладывал слой за слоем Пытаясь скрыть запах разложения Каждый слой указывает на возрастающую панику преступника Скорее всего, мы имеем дело с неопытом убийцы Он полагал, что если удастся спрятать тело мистера Салливана Можно будет продолжать тратить его деньги Убийство сойдет ему с рук Детективы собираются в полицейском участке Чтобы обсудить с агентом Хинман личность подозреваемой Основываясь на том, каким образом расправились с жертвой Можно сделать вывод, что убийца был знаком Или работал вместе с жертвой У этого человека были финансовые отношения С погибшим в прошлом И он будет продолжать тратить его деньги Преступник затратил колоссальное усилие, чтобы избавиться от тела Это говорит лишь о том, что он был знаком с жертвой И хотел как можно лучше замести все следы Мы связались с банком мистера Салливана И они сообщили, что на его счете по-прежнему наблюдается активность Просматривая выписку с его счетом, мы обнаружили счет за аренду складского помещения Кейси в паре с экспертом-криминалистом Скоттом Дуивером Отправляются на место в надежде поставить точку в этом деле Когда они открывают склад мистера Салливана, они не находят ничего интересного Но выясняется, что есть еще один склад, который стоит проверить Менеджер нам сообщил, что один из друзей у Салливана тоже недавно снял склад неподалеку Когда полицейские попали внутрь, они были весьма удивлены Склад был оплачен чеком от имени жертвы, мистера Салливана Оплачен поддельным чеком Кто же арендовал этот склад? Мы выяснили имя арендатора этого склада Это был Дэниел Теннити Дэниел Теннити Сосед недавнего подозреваемого Дэвида Филдера Вместе с которым он снимал жилье у мистера Салливана Полиция получает ордер на обыск склада мистера Теннити И то, что они обнаруживают, превосходит все ожидания Полиции удается уяснить, что человек по имени Дэниел Теннити снял складское помещение И расплатился за него деньгами убитого Доналда О'Салливана Когда детективы проникают внутрь склада, они обнаруживают очень весомые улики Мы обнаружили мешки из-под наполнителя, мешки из-под грунта И несколько пустых мешков из-под бетонной смеси Это были мешки из-под тех же материалов, которые были найдены в холодильнике с телом Директив Кейси возвращается в полицейский участок и проверяет информацию на Дэниела Теннити Им удается кое-что выяснить Нам удалось выяснить, что он отбывал срок в тюрьме округа Абрайвер Дэниел Теннити был осужден за мошенничество в Нью-Йорке, но был выпущен под залог Затем он был арестован во Флориде Перед опросом детективы показали фотографию Теннити менеджеру банка Он подтвердил, что это именно тот человек, который обналичивал фальшивые чеки с жертвой Детектив Кейси отправляется на допрос подозреваемого Вы нам лгали по поводу многих вещей Вы нарушили закон Я понимаю Теннити сознается в убийстве Дональда Салливана Я хочу кое в чем признаться В чем? То, что произошло, это не несчастный случай Мы поругались Я знаю, как все выглядит Тело находится в холодильнике Просто так вышло, я запаниковал, я не знал, что делать И подумал, что нужно что-то вроде гроба, чтобы его похоронить Понимаете, о чем я? Дэниел Теннити работал на мистера Салливана По-видимому, Салливан заметил нестыковки на своем счете И подумал, что Дэниел Теннити ворует его деньги Дэвид Филдер не был причастен к этому делу Предполагаем, что в ночь его исчезновение произошел конфликт между Теннити и О Салливаном В доме последнего Мотивом этого преступления определенно были деньги Дэниелу Теннити они были нужны, а у мистера О Салливана они были Дэниел Теннити потратил более 28 тысяч долларов со счета мистера О Салливана Теннити был осужден за подделку денежных документов и убийство второй степени Он был приговорен к 47 годам тюрьмы Дэниел Теннити считал, что после того, как он избавится от тела, убийство сойдет и мусор Благодаря полиции Мельбурна этого не произошло Субтитры сделал DimaTorzok